Всем привет дорогие друзья и уважаемые подписчики! Сегодня у меня на ремонте Lada Vesta с пробегом всего лишь 15 тысяч. В одно прекрасное для меня утро и не очень для владельца он заметил под его автомобилем приличную лужу масла в районе двигателя. 15 тысяч пробега, течет масло, очень интересно. Ну давайте разберемся. Ну а для начала я сделаю небольшой визуальный осмотр для того чтобы понять в каком направлении все-таки двигаться. Итак, нижняя крышка защитного кожуха ремня ГРМ вся в масле, поддон со стороны ремня тоже в масле. Масла достаточно много, вот даже стекает по компрессору кондиционера. Но для того чтобы понять что же все-таки случилось нужно снять ремень ГРМ. А для этого нужно поддонкратить правую переднюю сторону автомобиля, открутить колесо и снять защитный локер, так как он перекрывает доступ к шкиву коленвала. Так как локер здесь не составной, его придется открутить полностью. Но зато теперь здесь появилось очень много места для маневров. И следующим шагом нужно будет снять ремень вспомогательного оборудования. Для этого нужно снять пластиковую крышку с натяжного ролика и ослабить его натяжение. После чего можно сразу открутить болт шкива коленвала. Затем что-нибудь подставляем под поддон двигателя и откручиваем 4 болта крепления подушки. Отсоединяем трубку подачи топлива и откручиваем 5 болтов крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Затем еще 3 болта крепления нижнего защитного кожуха. После чего за болт коленвала проворачиваем двигатель до совмещения метки на шестерни коленвала, а также на шестерни впускного и выпускного распредвалов. Откручиваем и демонтируем натяжной ролик. Снимаем ремень ГРМ и также избавляемся от обводного ролика. Ну и для того чтобы определить состояние сальников необходимо открутить шестерню впускного распредвала, выпускного распредвала и конечно же шестерню коленвала. Ну и вот сейчас друзья если честно я нахожусь в состоянии непонятки, потому что сальники сухие и нет ни малейшего намека на то, что они пропускают масло. Сальник коленвала также в хорошем состоянии и не имеет следов подтеков. Все это говорит только о том, что мне придется продолжить разбор и найти проблему, поэтому откручиваем кронштейн крепления подушки и открутив три болта демонтируем внутреннюю защиту ремня ГРМ. Пока все равно ничего не понятно, если посмотреть на крышку, то вот видно, что сверху она сухая и начиная где-то вот с середины и книзу она практически вся в масле. Ну а теперь друзья давайте посмотрим на двигатель. Не уверен, что на камеру будет видно, но головка и блок тоже в масле. Скорее всего это масло просто раскидывала ремнем, но так как я не могу определить конкретное место течи, я принял следующее решение. Сейчас я все хорошенечко замою здесь и обезжирю. Соберу обратно ГРМ, не устанавливая крышек, заведу автомобиль и может быть тогда мне удастся увидеть откуда же все-таки подтекает масло. Итак, друзья, все собрано и в принципе можно запускать двигатель. Я конечно понимаю, что сейчас я делаю двойную работу, но мне также как и владельцу очень важен результат. А зная качество автоваза, масло может потечь откуда угодно. И гадать на кофейной гуще, а уж тем более на кошельке владельца. Я не привык. Поэтому запускаем двигатель и посмотрим, что у нас из этого получится. В принципе, друзья, вы все сами видели. После нескольких минут работы двигателя вот из-под этого болта начало сочиться масло. Причем сочиться оно начало не под прокладку наружную сторону, а просто из-под шляпки. И, скорее всего, масло натекало вниз и встречным потоком воздуха, либо при включении вентиляторов, его забрасывало к ремню ГРМ, а там уже раскидывало по всем кожухам. Сейчас я выкручу этот болт и попробуем разобраться, что же все-таки случилось. Ничего странного я не заметил. Болт как болт. Резьба там глухая, несквозная. Но вот момент затяжки этих болтов составляет 9,11 ньютон. Сейчас я выставил на динамометрическом ключе 11 ньютон и попробую дотянуть те болты, которые я не трогал. Смотрите. Вот только 11 ньютон. Еще один болт, который я не трогал. Видите, сколько я его дотягиваю? Получается так, что масляный насос просто откручен. Сейчас я попробую заверну обратно этот болт с нужным усилием и опять заведем и посмотрим, потечет ли оттуда масло. Итак, все болты дотянуты с нужным усилием, так что запускаем двигатель. Двигатель работает уже более 20 минут. Работает он на различных оборотах от минимальных, средних до высоких. И, как вы видите, все сухо. И получается так, что проблема была все-таки в том, что масляный насос просто откручен. Ну что ж, друзья, проблема решена и все вроде бы в порядке. Но забегая вперед, скажу, что это далеко не единственная неисправность на этом автомобиле. И вас очень сильно удивит то, что будет с ней происходить в дальнейшем. Ну а обо всем этом в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр, пока!